В этом видео вы узнаете как из лимонов можно сделать легко фонарик в домашних условиях. Он получился очень прикольный. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будем начинать делать фонарик. Для начала нам понадобится лимоны в количестве трех штук, а также другие детали. Делаем разметку на деревянной основе, после чего мы будем не делать отверстие в соответствии с нашей разметкой. Разметка готова, отверстие есть. Дальше нам нужно вставить с одной стороны медные гвоздики, а другой цинковые. Вместо цинковых мы используем железо. На каждый лимон у нас приходится по 5 медных гвоздиков и 5 железных. Вот так у нас получилось медные. Сейчас будем делать железные. Вставляем их с нижней стороны нашего фонарика. И так готово. Гвоздики все на месте. Будем делать дальше каркас. Приделываем заднюю и переднюю части. И делаем крышку, которая будет прижимать наши лимоны, чтобы они крепко держались на одном месте. Крышку делаем такую, чтобы откидывалась. В соответствии мы ее прикручиваем шурупами к навесу. Также, чтобы она закрывалась удобно, мы приделаем защиту. Дальше нам нужно еще будет сейчас делать ручку, чтобы было удобно держать канавик и перемещать его. Для этого мы используем тоже деревянные кусочки. Маленькие, полтора на полтора сантиметра размером. Так же, чтобы она хорошо держалась, предварительно насмазываем ПВА. Отцепляем ручку. И наш корпус будет готов. Дальше нам остается все правильно соединить. Как соединять именно все вольдики, вы можете увидеть на видео. Тут было много вариантов, потому что можно соединить как последовать, так параллельно. Я выбрал именно такой вариант, так как посчитал, что это самый оптимальный именно для этого фонарика. Возможно другие варианты. Это уже надо проверять, будет они работать или нет. Данный вариант работает. Три лимона соединены параллельно друг с другом, а внутри каждого лимона 5 гвоздиков последовательно. Соединяем сейчас проводом лимона параллельно и плюсы и минусы. Цепляем кнопку включения-выключения. Ее один контакт уходит у нас на плюсик, другой уходит к светодиоду. Минус соответственно сразу напрямую идет к светодиоду. Провода крепим. Чтобы светодиод лучше светил, мы на его основу приклеим фольгированный скотч, чтобы он был как отражатель. Вставляем наши лимоны. Немножко их подрежем, чтобы они плотненько зашли. И до упора буду их вставлять. Очень хорошо, кстати, заходят плотно. В общем, в воздухе максимально рассчитаны на всю длину фольгированные лимона, так чтобы контакт поверхности с соком лимона был максимальным. Чем будет больше диаметра воздуха, тем лучше, потому что будет больше площадь поверхности, соответственно больше электричества. Приклеиваем светодиод. Наш фонарик почти готов. Осталось купить еще ножки снизу, чтобы в случае если положить на какую-то металлическую поверхность, не замкнуть контакты войтика. У нас будут ножки. Все, фонарик готов. Будем пробовать. Будем пробовать его запускать. Как видно, он горит. Я честно сам не знал, получится он у меня или нет до конца этого видео. Только когда я его собрал, уже увидел, что он работает. Изначально догадывался, но стопроцентно не был уверен. Вот еще интересную штуку обнаружил. Почему-то контакты выходные на всех лимонах. Там, где было медные войдики, выходные контакты, они почему-то позеленеют. В чем причина, я не знаю. Может, если вы знаете, пишите в комментариях. Будем разбираться. Именно медные. Именно те, которые уже на выходе, получается. К светодиоду. Интересный момент. Не понятен. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. И до встречи. Будем делать интересные видео. И вы будете в курсе новых интересных новинок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok